Итак, всем привет! Привет игрокам Битвы Замков! Ну что, сегодня постараюсь записать маленькое коротенькое видео, хотя вряд ли вру я вам, не получится мне этого сделать. Хорошо, как вы уже догадались, исходя из названия к этому видео, сегодня будет идти речь непосредственно о таком герое, воистину легендарном. Это Друид. Он, в принципе, у нас у всех с начала игры присутствует в пачке, мы им активно пользуемся. Конечно, не во всех локациях, но мы пользуемся и он определенно составляет какую-то определенную важность для нашей всей команды. Так, что у нас сегодня тогда получается? Давайте на него глянем. У меня Друид 150 уровня, 1.5.0 уровень, короче, у него атака 4.300 и 49.000 здоровья. Да, как вы уже догадались, он эволюционировавший, что уже достаточно неплохо. Также посмотрим, у него 97 уровень просвещения, это тоже неплохо. Определенно я его буду прокачивать до 100 уровня просвещения. Так, и теперь смотрим непосредственно на его талант. Это Берсеркер, 5.8. Конечно же, хотелось бы и 8.8, но ресурсы у нас ограничены. А так бы он лупил бы очень быстро, и это было бы достаточно полезно. Но так как у меня тыква до сих пор 7.8, Берсеркер, то куда мне уже Друиды еще качать? Ресурсы просто у нас ограничены. Ладно, и переходим к самому главному на сегодняшний день. Это умение. Умение, как вы можете заметить, сейчас прокачано 9.10. Да, ребят, вот такие вот дела. И сегодня поговорим на тему, стоит ли это делать. Стоило ли это делать в моем случае, где я допустил ошибку. И вообще, что лучше делать на самом деле. Хорошо, давайте разберем его умение. 9.10. Это стоило 40 тысяч кристалловых героев. То есть прокачать героя от 8 скилла и до 9. 40 тысяч кристалловых героев. Да, такая нормальненькая, согласитесь, сумма и ее копить достаточно долго. Многим приходится, но там все в зависимости от количества фарминга, сколько в день вы зарабатываете кристаллов. Ладно, что у нас теперь получается. Восстанавливает очки жизни десятерым союзникам с наименьшим количеством жизни в объеме 280% от очков атаки. И увеличивает их атаку на 32% в течение 5 секунд. Фух. Так, описание для хомячков закончено. Понятно. 280% что по сути мы имеем. Раньше при 8 прокачке, при 8 скилле у него было 270%. То есть по сути добавилось 10%. Это как бы хорошо, он больше будет всех лечить. Но это реально мало за 40 тысяч кристалловых героев. То же самое я могу сказать о том, что раньше он лечил девятерых, так сказать, союзных войск, героев, мобов, я не знаю, да. Теперь 10. То есть прибавилось на 1. Возможно, это также будет полезно. И раньше был баф, так называемый. Ну это когда прибавляется, увеличивает атаку союзных войск. То есть так называемый баф. Раньше 31% был, теперь 32%. Прибавка просто мизерная, если подумать о том, что на это было потрачено 40 тысяч кристаллов героев. Но все-таки я сделал. Почему я это сделал? Это в принципе мой каприз. Так как этот герой появился в моей пачке один из самых первых. Первых. И это, знаете, типа такая дань к уважению. Дань к уважению именно друида. Я не знаю, как это объяснить. Но мне просто тупо захотелось. Хотя я знал, что я на самом деле поступаю немножко неправильно. И объясню вам почему. Но с другой стороны, для себя я выполнил такую интересную маленькую ачивку. То есть теперь вот этих вот 6 моих основных так называемых героев. У них у всех прокачка 9 и 10. Ну такая, не знаю, маленькая мечта в игре или что. Как бы не понять. Но в любом случае, согласитесь, это уже неплохо. Вот. Выговорился. Что мы сделаем в этом видео? В этом видео давайте мы сходим по традиции в такое подземелье, как обыкновенное. За 40 кристаллов героев выпустим там этого друида. Посмотрим, что он вообще будет делать. Ну, в принципе, он, конечно же, все это дело пройдет. И я не уверен, что ему отнимут так много здоровья, что ему придется по максимуму себя лечить. Ну давайте тогда в самую толпу его выпустим. Я пока буду с вами разговаривать, а вы сможете наблюдать за действиями этого чувака. Так. Что у нас получается? Так как у нас недавно добавили подземелье с автопропусками. Потому все ринулись проходить как можно дальше. И это правильно. И, в принципе, у меня сидит в башне минотавр. И, по сути, для меня было бы логичнее и намного выгоднее, если смотреть в дальнейшем на перспективу, это непосредственно прокачать минотавра. Те ресурсы, что я потратил на друида, было бы лучше просто вкачать, не знаю, минотавра до 8 из 10 и идти фармить, пытаться пройти все подземелья. Ну и дойти до 4 и 10 подземелья. И там уже и опыта много дают, и кристаллов героев много дают. А так, пока что, с взаимодействием со своей природной линией, я прошел только 1 и 10 подземелья кошмарные и фармлю по 69 кристаллов героев. И, как вы можете понять, в любом случае, ребят, вам нужно стараться, как можно дальше пройти в этих подземельях. Не важно, сколько у вас там тысяч силы, не важно, какие у вас герои есть. Но пройти обыкновенные, пройти кошмарные, и точнее, нет, пройти жестокие, и потом пройти кошмарные. Ну, в любом случае, пытаться по максимуму дальше пройти, чтобы в дальнейшем автопропуском фармить много-много кристаллов героев. То же самое касается и меня. Но вот я вот реально поступил неправильно и прокачал друида. Причем я это осознавал с самого начала, но вот просто мне захотелось, это просто мой каприз. И, конечно, много ребят меня отговаривали от такой вот затеи. Ну, что поделать. Что касается полезности такой прокачки, конечно, можно рассуждать о том, что когда мы идем на волны, там, фармим их, будет больше отхил. Да, он будет, несомненно, больше. И это классно. Но, согласитесь, не будет настолько больше этого отхила, чтобы тратить на это 40 тысяч кристаллов героев. В любом случае, когда-то многим из вас придется прокачать друида на 9 и 10. Это полезно. Но не в таких случаях, как, допустим, со мной. Потому что мне было бы полезнее прокачать минотавры и идти бомбить все подземелья. Но нет, я, знаете, я по-своему как-то играю. Вот мне захотелось именно так. Так, можем рассуждать о том же, о том, что он дает баф союзным войскам. И, в принципе, те же подземелья будет легче вместе с ним проходить. Но это всего лишь, ребята, 1%. И если смотреть, по сути, на фарминг волн, то они скоро отойдут совершенно на задний план. Мы все пытаемся, пытались, допустим, пройти ту же Т-волну. И сами посудите. Если на 4.8 подземки мы можем за 5 попыток получать столько же опыта, сколько я получаю на Р-волне. Да, то есть это только за 5 попыток получаю там 88 кристаллов героев. И, ну, будет, будет, ну, реально, волны уходят на второй план. Это, то есть такая будет скоро локация, в которой мы можем просто помериться писками или попытаться куда-то дальше пройти. Не потому что мы там нафармим реально много ресурсов, а потому что нам тупо интересно проверить свои войска и свою базу. Вот. Так что, как бы, ну, друида вот на 9 и 10 качать, я повторюсь, это мой каприз. И лучше, наверное, так, ребят, не делайте. Сейчас давайте его, еще устроим ему маленький тестик. Пойдем на какую-нибудь волну. Я думаю, что на Р-волну не будет смысла, потому что мы ее можем налегке-легко, налегке-легко пройти. Вот такой вот каламбур. Пойдемте на С-волну и пойдем мы без гарнизонов. Это означает, что я, скорее всего, в любом случае здесь сольюсь, потому что, как бы, С-волну можно, в принципе, уже начинать потихоньку фармить. Но это надо все время держать все гарнизоны. От этого толку совершенно никакого. Если иметь в виду то, что нужно прокачивать дополнительных героев. Вот. Ну, а сейчас понаблюдаем на друида. Посмотрим, как он будет себя показывать. Как он будет всех лечить. И, конечно же, сольем эту волну. Так что, вот такие вот дела, ребят. Ну, просто этот герой у меня самый первый появился. И вот решил для себя вот такую вот ачивку сделать. Но из-за такого вот каприза в дальнейшем я потеряю большое количество опыта. Я потеряю большое количество кристалловых героев, которых я не заработал. И мог бы заработать бы, если бы я, допустим, к этому времени уже прошел бы 4.8 подземелья кошмарное. Ну, а без Минотавра это, конечно, несомненно, трудно сделать. Там добраться до него. И, ну, блин, это дико сложно. Многие ребята и с Минотавром не могут до конца пройти. Куда мне туда лезть? Я, конечно, первую кошмарку прошел. И я знаю ребят, которые там и до 3.6 дошли кошмарных подземелий без Минотавра. Но с шапкой, конечно же. Но все-таки вот такие вот дела. Ну, вот просто хочется, знаете, играть в кайф. Плевать там на эти кошмарки. Вот захотел друида прокачать на 9.10. Пускай это будет, с одной стороны, на первый взгляд, даже и бесполезной затеей. Даже реально, если вы честите подземелья, это вообще тупо невыгодно для меня сейчас. Ну, вот мне так захотелось. Вот от этого я получаю удовольствие. Вот это вот кайф. Вот для этого мы играем. Это всего лишь игра. Конечно, я понимаю, что я всех звезд на небе, битвы замков там не соберу. Там не стану никогда топ-1 и так далее. И когда баланс полностью нарушается в плане того, что фарминг тех же подземелий у нас никаким образом не ограничен, ты понимаешь, что, блин, надо играть ради удовольствия. Если играешь, то играй ради удовольствия. А что ты там делаешь, фиг его знает. Это все не важно. Главное, чтобы ты получал удовольствие. Хочешь, бочку прокачал до 9.10. Хочешь, паладина на 9.10 прокачая. Но, блин, ну чтобы это было по приколу. Чтобы это было тебе именно интересно. А не главное, там, блин, как нафигачить побольше ресурсов. Как не отстать от каких-то других игроков. В любом случае, ребята, в любом случае, вы там всех не догоните. Как бы, вы никогда, вы никогда не добьетесь тут, я не знаю, ну каких-то совершенных каких-то вершин или еще чего-то вот такого вот. Всегда выйдет какое-нибудь новое обновление, там, где вам придется полностью менять свою стратегию развития в игре. Ну, вот как-то так вот. То есть, не знаю. Я для себя сделал выбор. Играю в кайф. Да, ну, конечно, потом, в любом случае, вот сейчас после друида, я буду прокачивать непосредственно, непосредственно минотавра. И пытаться фармить, точнее, дойти до этих подземелий. Вот, ну, посмотрим, как у меня получится и насколько быстро. Ну, через недельку я уже могу минотавра с нуля там сделать, с нуля сделать где-то 7, 7 и 10. Да, ну, это мало, но все-таки уже неплохо. Ну, и вы посмотрели, вы могли сейчас посмотреть. Я не обращал внимания, насколько много фармил, точнее, лечил друид. Но вы могли обратить внимание, что большого дракона затянуло гарпия и Дед Мороз и тыква. Это классно. И также могли обратить внимание, что мне пора менять расстановку, потому что мои герои, реально, тут половина героев просто не дотягиваются. Часть героев, сначала трое пошли одни, потом трое другие. Какой-то такой бред получается. Но до расстановки я добраться не могу. Хорошо, давайте попробуем еще раз затянуть все с волну без гарнизона. В принципе, такой ерундой я, как бы, обычно не занимаюсь. Но если сегодня вот так вот карта легла, и попробую уже без своей болтовни поглядеть, посмотреть, что у нас будет делать друид. И главное что? Главное то, что вы мою мысль поняли. Вот. Я, конечно, редкий извращенец в игре Битвы Замков. В плане ее развития. Но, как-то я не знаю. Это всего лишь игра. Так что, еще раз повторюсь, уже, наверное, четвертый раз скажу вам, ребят, получайте кайф от игры. И делайте то, что именно вы хотите. Не играйте под копирку. Не знаю, как это даже вам объяснить. То есть, ну, в любом случае, там, знаете, вы будете там пытаться, вот там, всех героев эволюционировать, еще что-то сделать, как-то догнать, догнать всех, еще как-то. А потом, бац, выходит обновление, и вам нужно делать все наоборот. Вот. Или потом, бац, не знаю, там, пол сервера, там, за деньги прокачались до максимума, всех героев на максимум. Так что, как бы, выбирайте для себя именно ваш путь развития. Так что, так вот. Да, конечно, те ребята, которые играют без Минотавра, я думаю, что там буквально единицы только смогут пройти подземелье 4.8 кошмарное. И то, если смогут. Ну, хотя, вот видите, да, 3.6 дошли. Значит, все-таки, наверное, шансы есть. Вот. Но там без Минотавра, конечно, адски. Я, конечно, могу помучиться без Минотавра теоретически. Там и второе кошмарное подземелье пройти. Но, как-то, не хочется переводить на это ресурсы, потому что, когда-то я буду сливать попытки на прохождение новых подземелий, более сложных, я буду сливать кристаллы героев. То есть, по сути, я буду недополучать кристаллы героев. Но, так как у меня много непрокаченных героев в башне, для меня актуальна тема такого жесткого фарминга. И сливать попытки где-либо мне совсем не хотелось бы. Так, ну что у нас тут? Что-то кого-то потеряли, мы не потеряли. Ну, вы, надеюсь, все-таки замечаете, как себя ведет друид, каким образом у него тут получаются все дела. Поскольку он лечит, потому что я что-то как-то просто смотрю в экран и вижу фигу. Но, тем временем, у нас тут остается только четыре героя. Купидон у нас минуснулся, Гарпия минуснулась. И, в принципе, да, в принципе, я думаю, что налегке, на халяву, как в прошлый раз, уже большого дракона не затянул. А, нет, Купидон у нас еще есть, у нас Гарпия минуснулась, да. Вот, и тут, короче, этот Утырек сейчас тут забежит. И надо его успеть, короче, убить. Да, вот мы его успели. Потому что ни у кого сейчас руны замедления не стоят. Друиду я вообще, походу, у него там утекание стоит, или что-то какая-то вот такая вот приблуда, я не помню. Потому что у меня отживления рун не было, и я ему просто свободные руны утекания всунул. Оттуда я замедление убрал раньше, что Друид, этот, точнее, Купидон стоял и замедлял вот этих вот боссов. Но сейчас вот как бы нет. Ой, неужели мы пройдем? Давай, Друид, лечи. Так, 32 тысячи я видел, проходил хил у него. Так, ну посмотрите, что, и вторую попытку. Или чуть-чуть не хватит. Тыква, сучка. Сучка, тыква, вырубилась. Ай-яй-яй. Ну что, давай, вампир, я верю в тебя. Да, мы прошли. Ну, шикардо, слушайте, фармятся волны, да? Раньше, помню, буквально пару месяцев назад я там мучился, я с пятую волну не мог пройти. А теперь посмотрите, как без гарнизонов проходится эта волна. Достаточно легко. Вот, и я думаю, что многие игроки уже скоро начнут ее фармить на постоянной основе. Я, конечно, пока в это дело лезть не буду. Пока что и на R-волне посижу. Вот, и так что так вот. Ну, я надеюсь, вы мою главную мысль смогли понять. Постарались вытащить какие-то, какой-то здравый смысл из того, что, из того всего, чего я сегодня наговорил. Короче, качнул друида. Сделал большую херню, так сказать, для своего аккаунта, но это понимал. И делал это сознательно. Вот. Того, чего и вам я желаю, на самом деле. Хотя, конечно, лучше так, как я, не делать, а качать именно тавров и фармить эти кошмарные подземелья. Ребят, ну, на этом все. Кому понравилось это видео, обязательно не забудьте поставить лайк. И всем побольше удачи.